В мае прошлого года сотрудник антимонопольного агентства был задержан при получении взятки в 300 тысяч сомов на рынке Кудайберген. В тот же день он был арестован, а позже был отпущен под подпиской о невыезде. Примечательно, что первая инстанция, то бишь первомайский райсуд Бишкека, оштрафовала его ни много ни мало на 30 тысяч сомов. Позже районная прокуратура обжаловала этот приговор и накануне горсуд заменил штраф на два года условно. Владелица рынка Кудайберген Эльвира Сурабалдиева уже 10 лет руководит бизнесом. Разочарована приговором суда. Это еще мягко сказано. Этот судебный процесс тянулся почти год. Бизнесвумен до сих пор не может вернуть свои 300 тысяч сомов, задействованных в операции. Но в первую очередь это психологический стресс. Не каждый предприниматель может решиться бороться с коррупцией вместе с соответствующими органами, говорит она. Я думаю, они вот сейчас, если будут смотреть, слушать меня, они очень хорошо понимают, насколько это был такой психологический момент. И, кстати, я хочу сказать отдельное спасибо Руслану Умарову, это вот сотрудник ГСБ бывшей финансовой полиции, человек, к которому, когда я пришла, я обратилась с такой просьбой сказать, что вот меня вот буквально третируют, вымогают деньги. Он, видимо, понял мое состояние, потому что я была очень напугана. У нас там такой бардак происходил, да, он посадил и говорит, вы, говорит, не бойтесь, с самого начала, говорит, настраивайтесь на то, что это долгий, сложный процесс. В нашей стране мы сделаем со своей стороны все возможное, а остальное уже в руках Фемиды. Она рассказывает, что коллегия Бишкекского горсуда озвучила приговор без пострадавшей стороны. Взятку я никогда никому не давала и давать не буду. Это моя позиция. Специалиста антимонопольного агентства задержали в мае. При обыске оперативники обнаружили 300 тысяч сомов. Столько он требовал за содействие в получении согласования по повышению цен аренды на рынке. В записи телефонного разговора о владелице рынка с вымогателем. Тот утверждал, что получаемые деньги были предназначены уже для экс-главы ведомства Бабурбека Джейнбекова и статс-секретаря. В любом обществе всегда есть потребность справедливости. Эту потребность должны удовлетворять именно правоохранительные органы и суды. И, к сожалению, в нашей стране нет такой силы, нет такой института, который бы удовлетворял эту потребность справедливости. Потому что судебная реформа провалилась однозначно. Реформа правоохранительных органов и не начиналась. В обществе из-за этого копится злость. По мнению Тухтакунова, нынешний судебный корпус не способен противостоять коррупции и давлению политиков. Чтобы повысить юридическую грамотность общественности, следует переключить их внимание на правовое воспитание, обучение населения и юристов. Эльнура Молдукаверова, Алмаз Кореев, Общественный Первый канал.